Всем привет! К Алисе пришла Ариана. Посмотрите, они тут порасставляли все машинки. А что, у собак какое-то собрание? Чего они кружочком? А что они там? Какой-то тайный договор у них какой-то. Что там тебе попалось? Вот тут камух. Который обклеила. А тебе все попалось. Давай посмотрим. Девчонки съели по киндеру. Так. Сейчас посмотрим, что-то интересненькое. У меня машинка попалась. Это какая-то кораблела. Ух ты, принцесса попалась. Это Эльза. Похоже. А еще Алисе сегодня подарили беговел. Его сначала Миша. Он был у Миши. Потом Миша подарил Даше. Потом Даша наигралась, отдала назад Миша. А теперь Миша подарил Алисе. В общем, он по кругу ходит. Все по очереди им владеют. Смотри, этот сгорел. Я не могу не использовать. Даша как быстрее или сам быстрее. Да, но тебе сейчас лучше не ездить, а лежать сегодня. Алис, мы же договаривались? Алисочка. Она уже не может лежать. Это не тот ребенок, который сможет сутки пролежать. Мне нравится. У меня значок светится. Ух ты. У меня здесь светится. В темноте? Вот. Написано. А, класс. У меня свеча. А давайте я вам подчеркнула. Я случайно, когда ходила, наступила на одну игрушку. И как, больно было? Больно? Чуть-чуть. Алиска, ну ты найдешь себе. Вчера чуть окном палец не прищемила. Вечером. Мы приехали из больницы. Она почему-то пошла посмотреть в окно. И говорит, ой, я закрывала окно. Чуть палец не прищемила. Вы что, Махи дали челюсти бабушке? Зачем они Махи? Да, полепите. Это хорошая идея. Ариан, Алис, вы вот тебе два кексика доесть. Не хотите? Вон стоят рядом. Нет? Прическа из пластилина. Прикольно придумали. Лиз, тебе так повезло. У тебя так много игрушек. Нет, это тысячу игрушек. Это не скучно. У тебя первое бестонное. Ариана уже ушла. Алиса продолжает лепить. Смотрите, какой динозавр прикольный получился. Здесь и здесь. Здесь и розовый, а здесь и литвый. Ой. И вот пластилина Суаренса, я придумаю много пластилина. А что это будет? Это будет маскировка. Маскировка? Да. Да, так его никто не узнает точно. Это он замаскировался, чтобы кого-то съесть? Да. У нас все и Катя опять на море уехали. Понравилось им. Ого. Всем привет. Тише, тише. Тоти. Хорошо. Мы тут собрались ездить на море и поедем на этот раз на другой пляж. Мы хотим посмотреть одну местность, возле которой, возможно, можно снять какое-то жилье дешевое. Сейчас ждем, пока Костя подъедет. Ждем в отеле. На улице очень жарко, поэтому мы внизу. Сегодня мы уже Алисе разрешаем и бегать, и кататься. Когда Алиса накатается на этом беговеле, мы его тоже кому-то передарим дальше. Он ходит из рук в руки. Не спеши, выходи на улицу. Спасибо. Катя с нами опять не поехала. Опять у нее куча пар. Все утро просидела, просила, чтобы была тишина, чтобы в комнате никого не было. Настя перешла в нашу комнату даже. Короче, так хочется всей семьей отдохнуть, никак не получается вместе. То Катя с Настей едет на море, то мы едем без Кати. Вот так вот. Для Лиски я сегодня с собой взяла вот такой рюкзачок. В него напихала то, что мы с ней можем на пляже поиграть, почитать, порезать. И еще взяла с Костей поиграть в шахматы, а с Настей мы взяли Костей. Вот. Так что заняться нам там будет, кроме моря, солнца и песка, еще очень много чем. Ну все, выдвигаемся. Пап, поехали на море, хорошо? Хорошо. Иди там, лети. С ней шума. Я вот такую еще с собой тяну тетрадку. Мы что-то никак не начнем ею заниматься. На ней написано 3, 4, 5 лет. Лисе уже 4,5 лет. Уже давным-давно пора было бы эту тетрадку пройти. Вот. Здесь числа. Она числа знает, она умеет считать. Но она их не рисовала, не писала еще числа. Вот. А здесь можно и обводить. Я взяла с собой ей ручку. Может быть, пообводим там. Попробуем порисовать циферки. Ну, в общем, так. На этот раз нам ехать больше 50 минут до моря. И это тоже повод поселиться где-то дальше. Не в Барселоне, а вот именно в более маленьких городках. Чтобы чистое море было рядом. Мне же Маргарита сказала, что море чище дальше от Барселоны. Где-то вот за час езды от Барселоны реально оно чище. Я не знаю, насколько это достоверная информация. Но Маргарита 3 года когда-то жила в Барселоне. То есть, я думаю, что она в этом разбирается. Так, мы поехали какой-то дорогой. Которой еще ни разу не ездили. А мы вообще в эту сторону не ездили, да? Да. Здесь такие красивые места встречаются. Так, здесь написано Аргентона. Мы въезжаем в Аргентона. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. А нет, Моторо. В город Моторо въедем. Аргентона закончилась. А, это мы выехали из Аргентона. На перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. В общем, ехать нам еще 24 минуты. Мимо городка Моторо. Он вроде бы небольшой. Где-то в эту же сторону ездили нас искать. И на вот те красоты смотрели. Может, и мы увидим стадо овечек. Ох, и крутые дороги, да? Поворот, поворот, поворот. Очень длинный. А теперь, судя по указателям, мы в Джерону ехали? Нет, это просто дорога идет на Джерону-указателе. Она может быть далеко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы уже тут, кстати, к туннелям так привыкли, просто очень. Я расстроена, что мы опять едем без Кати, честно скажу. Очень хотела, чтобы всей семьей поехать. Правда, это пришлось бы на двух машинах ехать, но все равно. Хотела я с ней поиграть на пляже в шахматы, обсудить местность, поговорить, как она думает, если где-то здесь снять недорогое жилье. Потому что понятно, что в Барселоне намного дороже, чем в пригородах. Вот. Здесь столько зелени. Что это? Телеграфы ставим. У тебя есть телеграм? Нет. Я Костю спрашиваю, если бы у тебя тут был мотоцикл, ты бы на нем здесь гонял? Он говорит, конечно. А мне кажется, что такое движение, что, может, побоялся бы. Какое движение? Нет, ну я не по трассе имела в виду, а когда мы по городу ездили. Я по городу спрашивала, у тебя помнишь? По городу неинтересно, за городом лучше. Пока Алиска спит, расскажу вам. В последнее время начала много меня про свой пальчик спрашивать. Говорить, что как-то и неудобно, и некрасиво, и вот бы я не прищемляла палец. То есть раньше она как-то о нем молчала, а сейчас она что-то много на эти темы говорить. Я постоянно ей стараюсь сказать, что, ну если тебе будет неудобно, мы тебе купим колпачок. Я даже ей рассказала о том, что можно сделать искусственный ногтик, когда она подрастет. Говорю, если ты захочешь, мы поедем. Она, не-не-не, я в больницу ложиться не буду, ногтик делать. Я говорю, нет, его можно купить и надеять. Говорю, это называется протез. Я говорю, он будет красивый, тебе будет удобно. Она, а, ну если в магазине купить, я говорю, да, давай купим потом. Когда я вырасту, говорит. Какие здесь горы зеленые, и там домики, там люди живут. Сверните на съезд направо. Так, ну где-то там уже и море. Через 100 метров на перекрестке с круговым движением с верните на первое место. Вы верните налево. Как раз проснулась Алисочка. Я говорю, смотри, там впереди уже море. Сейчас его уже будет видно. О, я там какой-то водопад впереди вижу. Какой-то фонтан. А, ты думаешь, это фонтан? Не, ну оно падает, как водопад. А, хотя да, это фонтан. Поверните налево. Так. Честно, просто нашла вот на карте этот пляж. Понятия не имею, какой он, что там. Будем идти и смотреть. Ну, надо как-то изучать местность, изучать Испанию. 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. Мы же постоянно не будем жить в отеле. Какой тут песочек красивый. Мелкий-мелкий. Здесь зона пешеходная. Надо где-то останавливаться и идти. Только найти, где остановиться. Вообще, мне здесь нравится. Красиво, спокойно. Мы же тут и остановимся, на вот этих зелененьких. Да, мы не доехали еще, куда ты хотела. Не доехали? Ну, чуть-чуть еще не доехали. А, ну, хорошо. Тут везде красиво. Мне очень нравится. Даже больше, чем там, где мы находились. Здесь такие красивые кусты с белыми цветочками. Вот такими. Название, конечно же, не знаю. И еще с красными тоже цветочками рядом. А там уже за кустами, а там зона пляжа. А что-то страшно. Что, котик? Поревать. Так, Алиса показывает пальчиком какой-то магазин. И говорит, что он очень хочет себе там какой-то кружок купить. Ну, сейчас перейдем дорогу. Пошли, здесь как раз пешеходный переход. Да, какой ты хочешь. Большого единорога или маленького? Мам, ну какие здесь еще кружки. Ух ты, и фламинго есть. Смешная кепка с миньоном. Да, смешная кепка с миньоном. И еще даже леди баг есть, глянь какая. Там вообще много разных кепок. Мне больше понравилось вот такая кепка. Понятно. Я бы хотела такой матрасик купить или мороженка в виде. А хотела эти матрасики купить папе и тебе. Да, спасибо. Мне мороженка, а папе тот, да? Да. Мороженка тащит для меня. А, и на мороженке и ты бы плавала? Да, на мороженке я могу плавать. Мы не купили с лисеночком пока что круг, зато купили кофту. Там какие мы там? На кофте написано, я люблю Барселону. И эта кофта была написана на 10 лет. Но на нее она как раз. Пошли. Потому что Алиса сказала, что ей холодно. А мы оделись очень-очень легко. Мы думали, что жара. Кость, слышишь, написано на 10 лет кофта, прикинь. Кофе пошла покупать. Кофе пошла покупать, понятно. Слушай, Настя говорит, почитала тут, что эти парковки как бы для резидентов бесплатные, а остальным надо оплачивать через какое-то приложение. Но приложение мы не можем допустить, что социальный номер надо. О, Господи. Я погуглил, тут в 200 метрах есть бесплатная парковка написана. Может, я вас на пляж сейчас выкину и проеду. Выкину. Звучит хорошо. Я вижу прямо за костей буквы Пинеда де Мар. Вон они беленькие. Сейчас попробуем туда как-то пройти. Как же здесь красиво. Мне прям очень нравится. Даже расцветка домов. Такая позитивная. Вот еще какое-то растение интересное. И еще какое-то. В общем, я ничего не знаю. Сейчас мы ищем, как нам выйти на пляж. Ага, вот, наверное, пешеходная зона. Надо спуститься. А там по пляжу можно, если что, кататься на велосипедах. Велосипеды же здесь есть. Ну, которые дают в аренду. Я видела. Вроде должны быть. Лисе надели сегодня носки. Натирают ей ножки. Ботиночки. Да, и мы сюда. Тоже в туннель. Видишь, мы в туннеле. Теперь надо найти, как на пляж подняться. Вон. А, можно и сюда, да. Точно. Как типа в метро переходики. Так, осторожно. Здесь велосипеды ездят. Хорошо. А вот и пляж. Ой, какая красотища. Осторожно. Здесь дорога. Это дорога для велосипедов. Не бойся. Здесь люди на велосипедах ездят по этим дорожкам. Блин, как же прикольно сделано. Как в этом... В Голливуде. Буквы. Ее везде клумбы. И куда? Что ты говоришь? Куда ты побежала? Пошли обратно к папе. Папу найдем. Пойдем. Я хочу на круг, пожалуйста. На круг. Да. А вот насчет пляжа непонятно. Здесь что ли нельзя купаться? Что это значит? Мам. Тут что ли нельзя купаться? Ты видела табличка какая-то? Там зачеркнутый плавающий человек. Так, котик, иди сюда, пожалуйста. А ты можешь мне перевести, что там написано на табличке? Подожди. Здесь песок, видишь, он с камушками. Я думала, что это чисто песок. А он колется так? Он с мелкими камушками? Не такой песочек, как я думала. Может, где-то дальше другой песочек. Может, мы на другой пляж еще пойдем сейчас. Так. Крем нам, очевидно, не понадобится. Солнце спряталось, ветер. Где Алискина ограбелька или что? Алис, Алисочка. На. Да, мы такую зачетную кофту с Алисой, конечно, купили. Классную. Надо в Барселоне где-то фотографироваться в этой кофте. Ты мне видела собирая ракушек? Да, на. Может, что хочешь собирать? Смотри. Камушки. Ух ты. Вот такая камушка. А зачем мне лопатка? Ну, рыться. Может, ты отроешь, откопаешь красивый камушек. Ну, ладно. Хочу камушки. Вот так. Ты видишь какой-то такой камушек? Да, класс. А я там дальше видела очень классную детскую площадку, но она далеко. Если хочешь, можем пойти поискать. Алиса нашла что-то непонятное и хочет рассмотреть, что это. Фу, что это такое? Какая-то гадость, я не знаю. Лучше его не трогать. Сейчас его зародим. Ты его откопала, да? Сейчас мы его зародим, да? Хорошо, давай. Все. Да, мы ждем Костю. Машину пошел парковать где-то очень далеко отсюда. Здесь много камушков. Ого! Да, видишь, даже розовые всякие. Какой-то туман стоит. Вода прям голубая. Очень красивая, реально голубая вода. Именно не зеленая, знаете, как бывает от водорослей. Вот именно какая-то голубая. Вау, какой ты нашла камень красивый. Слушай. Так вон, ложи себе, складывай. А этот обычный, дочь. Этот красивее, да? Да. Получился, дочь. О, солнышко вышло. Сидит Алиска и камушки собирает. Алиска, смотри, а у этого камушка как будто глазки. Так они теперь будут с песком. И все, она ушла вперед. Мы с Костей идем, ему очень тут нравится. Костя говорит, так спокойно, созерцательно. Вот так вот брать велосипеды. Да, электричка пронеслась с таким гулом. Бибиканьем. Осторожно. Да, с нас уже хватит приключений. Не упади нигде, пожалуйста. Да. Алиса, осторожно. Ты не знаешь, конечно, что вот под побережью вот таких небольших городков дофига и плачет. Да, конечно. Конечно, да. Не, правда, это одно из мест, где рай на земле. Вот это вот побережье Пенеда-де-Мар. Костя, а ты видел это дерево? Оно на динозавра похоже. Алиса, ты видела такое дерево странное? Как будто у него две головы. Так, дошли мы тут до какой-то детской площадочки в виде кораблика. Так, Алиса уже лезет в кораблик. Конечно же. Мама, смотри, это просто площадка корабля. Площадка корабль, да. Хожу с Олей. Вот это? Да, венокль есть. Игрушечный. Что-то видно? Что там, действительно что-то видно? Пальма. Класс. Чудо, уже вскарабкалось куда-то. На руль вскарабкалось. Это же руль. Это руль, чтобы крутить его. Слезай. Дочуренька, слезай. Аккуратненько. Ой, кажется, дождь начинается. На меня что-то капнуло уже. Пойдем другую площадку еще поищем. Пойдем? Так, мы с Олесенькой изучаем пляж, пока папа с Настей где-то ушли. Здесь вот такая красивенная клумба с якорем. Очень красивые цветочки. И вот он, якорь. Такая композиция. А Алиса нашла палку и ей рисует на песке. Алиска! Точно пацанкой будет, как мне кто-то написал. Я в детстве пацанкой была. Настя хотела позагорать. Обижается на меня, что мы приехали туда, где солнца нет. Потому что в Барселоне сейчас солнечно. Ну, откуда же я знала? А я рада, что солнца здесь нет. Потому что Алисе сегодня еще, наверное, не стоит сильно на солнце перегреваться. Алисочка, в обуви не иди к морю. Не надо, зайка. Ножки намокнут. Просто посмотрим на него и послушаем. Шум моря. Да? Сегодня. Завтра еще можем поехать на море. Это ж такое дело. Тут у мальчишек какая-то такая забава или кружок какой-то. Они прыгают. Алиса в шоке. С такого фитбола разбегаются. На этот фитбол ногами прыгают и потом кувыркаются. Вот. Я такого и не видела никогда. Мне кажется, это не кружок, потому что никакого взрослого тренера с ними нет. Смотри, что тут написано. Сирена написана. Смотри, какая статуя. Видишь, девушка. Русалка. Это русалка, наверное. Смотри, у нее не ноги, у нее хвостик. Иди, посмотри. Это русалка. Видишь? Да. Мама, я тут просто сказала, почему написано Сирена? Так ее зовут. Сирена? Видишь, она ракушечку приложила к ушку и слушает море. Да. Поэтому это и Сирена? Нет, просто ее так зовут Сирена. Так, в общем, погулять здесь есть где. Нам здесь понравилось. Но я хочу еще нагуглить пять лучших пляжей Барселоны. Ой, Барселона, господи, Испании. Да. И съездить на них, на все посмотреть. И решить, где лучше провести лето. Если уже... Алиса голодная. Если уже лето придется проводить здесь, то надо себе выбрать местечко. И обосноваться. И съезжать уже из отеля. Так, еда здесь дайте. Идут наконец-то. Поймала вас на нежностях. Какие нежности. Алиска. Ты только не упади, ладно? Аккуратненько. Всех Алиска любит. Тут четырехзвездочный отель. И лифт. Прямо с видом на море прозрачный. Вот в таком лифте поднимаешься и видишь море. Представьте. Красиво. Вот. А мы стоим, ждем Костю. Сейчас он подъедет, нас подберет. И поедем дальше. Смотреть побережье. Где? На третьей. Точно. Насмотрели же, что кто-то в подзорную трубу смотрит. А тут подзорная труба, кстати, еще крутая какая-то. Большая такая. Да, сказала папе, где мы? Это Настя пошла Алису страховать. Видите, опять она куда-то вскарабкалась, уселась. Тут тоже невысоко, метр. Ну, вы сами понимаете, да, уже? Это не папа. Папа. Папа сейчас подъедет за нами на машине. Клубочки здесь так красиво все уформлено. А, красотень. И воздух чищен. Рядом с морем такой. Не, наверное, не чище, наверное, более такой влажный. Смотрите, какой подъехал паровозик детский. Я говорю, на них можно останавливаться? Что-то по внешнему будет. Но надо оплачивать. О, аквапарк. Кто? О, точно, аквапарк. Я хочу в аквапарк. Да, но сейчас еще холодно для аквапарка. Какие там перебивания? Так, мы перепарковались. Что? Что у меня опять на голове? И мы идем посмотреть с этой стороны пляж. То есть мы немножко дальше проехались. Вот эта зона, которую мы с самого начала проезжали. Пешеходная. Где я говорила, красивый песочек. Мы сейчас посмотрим, что с этой стороны тут располагается. Так, Алис, ты как всегда приключения ищешь, да? Куда ты лезешь? Ага. Залезти и поделать. А что вы сюда? Вот там же дорожка была. Ну да, по дорожке. Что ж, не по песку ж мокрому. А да, здесь пусто. Пустой пляж вообще. Бабушка правильно делает, ждет на дорожке. А ты голодная будешь. Где? А вот заезжаешь вон, видишь, там ничего. Так там же никто не стоит, ни одна машина. Алис, алис, иди сюда. Вдруг кто-то на велосипеде быстро будет ехать. Я же так понимаю, это и велосипедная дорожка давай. И пешеходная, и велосипедная. Ой, муравей. Да, большой муравей. Я думаю, что это королева муравьев. Королева муравьев, наверное. Мы приехали оттуда. Зачем? Мы просто проехали слишком далеко. Тот большой корабль мы проехали. Там где-то был. Блин, идти неохота, конечно, так далеко. Было бы на чем поехать. Подожди, наверное, он вон там, где паруса какие-то, да? Видны. Иди сюда, не надо там бегать. Хочешь, обижайся, но... С меня хватит приключений. А если ты на камушки упадешь? Так, мы вернулись в машину. Очень не рада. Это планшет. Будет тебе вместо планшета сегодня. Оно так и называется. Мой планшет, кстати. Сейчас я тебе достану ручку. И зубки. Да. Мы сидим, ждем бабушку, потому что мы все пришли, а она почему-то осталась там на пляже. Ей не понравилось идея идти с нами. Купается. Ей купается. Да нет, я думаю, что она села отдохнуть на лавочку и решила... И тяжело так нам бегать. Решила, раз мы ее потащили туда зря, то посидит отдохнет на лавочке, я так думаю. Вот и ничего мы пока порисуем. Смотри, на, ручечку тебе. Там у кита зубки, видишь, надо ему тоже дорисовать будет. Молодец, только не торопись. Они должны быть красивые. И не вылазить за рыбку. И зубки аккуратненько надо. Рука должна лежать на бумажке, тогда удобно рисовать. Вот так, да. Я хочу молочка. Именно молочка, вот именно молочка, да? Нет. Ну поехали за молочком тогда в магазин. Но на море, пожалуйста. Ну на море нет молока, и потом магазин закроется. Мы молоко не купим. Тогда уже решай, молоко или море. Молоко. Молоко? В пользу молока сделан выбор. Сейчас дождемся бабушке. Море не закрывается? Море, конечно, не закрывается. Завтра можно приехать, и послезавтра, и ночью, когда угодно. Настя пошла искать бабушку. С бабушкиным телефоном, потому что с бабушкой связи-то нет. Телефон у нас остался в машине. Усатый кит. Смешной. А, там еще черепашка есть. Где какая черепашка? Ну вот это что, черепашку рисуешь или кого? Это рыбка. А, это рыбка. Я думала, черепашка. Не-не, все фиолетовенькие надо соединить, доча. Фиолетовые. Вот головнюха. А ты оранжевые решила? Я поняла, Алис. Ты человек, который не хочет жить по правилам, да? Да. Ты говоришь, надо соединить фиолетовый, она соединяет все остальные, но только не фиолетовый. Да, получается, классный фиолетовый тукан из этих точек. Тукан? Да. О, вот она и долетела до цветочка. Молодец. Вот какое схема теперь получила. Какое там следующее задание? О, яйца надо расписать. О, вот и пляж. Что там надо сделать? Хочешь, я тебе прочитаю? Да погоди, ну не калякай. Давай прочитаю, что надо сделать. Давай. Обведи. Алис, ну зачем ты пока лякала картинку? Тебе ее не жалко, такая красивая картинка. Давай, я прочитаю, что там надо сделать. Надо найти четыре предмета, которые на пляже не нужны. И обвести их в кружочек. Шарф, конечно, на пляже жарко. Ну, можешь его зачеркнуть, если хочешь. Или в кружочек. Нам не нужна перчатка. Да, перчатка на пляже нам не нужна. Что еще? Не нужен нам не нужен крабик. Крабик на пляже? Почему нужен? Нам не нужен грибочек. Да, грибочек нам не нужен на пляже, это точно. И где ты была? Где была? Не забрала, а то у меня телефон. Я бы вам позвонила и сказала, так пришлось пили. А где ты была? Пешком. Ну, впереди была. В смысле? Ну, я не на том входе вышла. На дружину. Там впереди была, вы могли подъехать. Так откуда же мы знали, где ты вышла? Ну, правильно. Потому что телефон ты забрала. Все, давай, котеночек. По дороге рисовать не надо. Давай. Остановимся, порисуй. Так, закройшь, я вижу. Давай. Аличка, закрывай окошку, дует. Простите, вниз. Туманно длинно. Да, туман. Вообще не пляжная погода. Да, туманно. Дождь будет. Ну, было пляжное, мама, когда я тебя вытаскивала с самого утра. С самого утра ты в 12 сказала, давай ехать. Я в 10.30 пришла и сказала, сколько вам надо, вы сказали, полчаса? Мама, на туман нельзя или ходить? Настя, во-первых, на солнцепёк тоже нельзя, а во-вторых, это только тут. Мама, на туман ходить нельзя? Если бы мы поехали в бассейн, на пляж, там нет там солнечного, а это просто, наверное, в горах и какие-то, как и было края. Нет, просто мне бабушка сразу сказала, на солнцепёк мы не поедем, потому что нельзя. Я бы сама поехала. Ну, так мы специально тянули время, чтобы ты не поехала на солнцепёк. До пяти вечера вытянули время? Да, не до пяти, почему до пяти? Мы в пять сюда приехали. Ну, так мы час ехали, в четыре выехали, всё правильно. Маргарита говорила, здесь солнце с пяти часов нормальное, чтобы загорать. До этого вредное. Мы же не хотели, чтобы ты себе вред причинила. Да, туман конкретно. Ух ты, Алис, смотри, сено, сено, смотри какое. Огромные тюки. Видишь? Да. По-моему, она не видит, потому что низенькая. Это что-то правильно. Так, ну что, до магазина нам ехать почти целый час, поэтому формим Алису то, что есть с собой. И у нас есть с собой кексики, печенье, водичка. Настя решила поспать. Там, 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 самок. Самок там? Да. Ты видишь? Да. Вот там, там, вот там. Класс. Я бы хотела остановиться, дойти аккуратно на дорогу и дойти до Санка. У него зайдите. Вот там короли. Там короли, думаешь? О, опять туннель. Не боишься ли она в том, что мы ехали? Нет. Над нами, представь, сколько горы. Ну и что. А вдруг обвалится. Вообще даже не мысли. Пожалуйста, не надо. У нее и так страх, самолетов боится. Там где-то выйти боится. Сосольки боятся. Сосольки боятся. А ты кушать не хочешь, Кость? А то я могу тебя кексиком покормить. Через 800 метров сверху идти на съезд направо. Ой, не, бумажку не ешь, не надо. Я сейчас тебе новый кекс дам. Заехали мы в магазин. Решили с Настей взять вот такую штучку попробовать. Какие-то традиционные пластины. Да, Настя говорит, это, наверное, что-то испанское, растрадиционное. Хотя не знаю. В общем, они продаются и по многу. Например, вот шоколадных много, да, или много в белом шоколаде. А мы решили взять вот чисто по две штучки, чтобы попробовать, что это вообще такое. Вот, также беру Алисины любимые булочки. Она их не сильно ест, но хорошо любит облизывать. Вот эту сахарную пудру. Вообще, меня-то Алиса сегодня с утра насмешила. Сейчас вам расскажу. Короче, мы просыпаемся от того, что кто-то стучит молотком сверху. Ну, ремонт какой-то или что-то поломалось у кого-то. И стучит, и стучит. И она открывает глаза и так сердито говорит. Да откройте уже. Она подумала, что нам в двери стучат, а мы не открываем.